Арнольд Классик 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 На самом деле я вообще не знаю, кто там будет. Вообще. И когда стоишь за кулисами, лучше не смотреть. Ну, это, по крайней мере, ко мне, наверное, относится. Потому что, когда ты стоишь сбоку, смотришь на девочек, как-то кажется, что они так круто все делают, а ты как будто бы что-то тут не доработал, или ты начинаешь сильно переживать. Мне проще просто настроиться, выйти и сделать свою программу по максимуму. Владимир Маминов и Дмитрий Парфенов неоднократно встречались на поле в качестве футболистов соперничающих команд. Не прекратилось их противостояние даже после окончания спортивной карьеры. Новая дуэль бывшего железнодорожника и экс-спартаковца случилась на тренерском поприще. В рамках 1-16 финала Кубка страны в наш областной центр пожаловала Тосна из Ленинградской области. Владимир Лешонок, Адалия и Данил Карпов могли завершить стандартное положение нестандартным взятием. Однако голы в тот вечер влетали только в противоположные ворота. Первый из них случился на 33-й минуте. Максим Пальенко продемонстрировал навыки игры в касании. Вскоре он же на пару с Георгием Милкадзе убежал в контратаку со своей половины поля. Прощать за такие эпизоды клуб Премьер-лиги право не имеет. 0-2. Во втором тайме Карпов снял проклятие с владений Михаила Апарина и вернул вопросительный знак в исход противостояния. Следом Юсупов получил идеальную возможность, чтобы отпраздновать гол. Но штанги на Геологе Артем поражает пока чаще, чем пополняет бомбардирский счет. Тренерский штаб гостей постарался охладить пыл тюменцев заменами. Для усиления правой бровки на газоне появился бронзовый призер Евро-2008 и двухкратный чемпион России Владимир Быстров. Тюмень сегодня была мотивирована. Как-никак это кубок. Игра состоит из одного матча, поэтому настрой был у них серьезный. Как игра показала, это был непроходной матч, очень тяжелый. Все боролись, мы выиграли, нам больше повезло. Очередное досадное поражение сибиряков 1-2. Теперь подшифные Маминова могут полностью сосредоточиться на первенстве ФНЛ. 24 сентября в гости пожалует Курский авангард. Чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском начался просто ужасно. Но результат отошел на второй план. На одном из участков дистанции упал тюменец Александр Логинов. Самостоятельно подняться призер чемпионата мира 2017 года не смог. Его унесли на носилках. Подробности пока неизвестны. Но как тут не вспомнить 2011 год, когда на летнем чемпионате страны в Уфе упал и сломал ногу Иван Черезов. Хочется верить, что в случае с Логиновым все обойдется. Что касается результатов, победил местный биатлонист Сергей Клячин. С одним промахом он привез больше минуты главному снайперу российского биатлона югорчанину Алексею Волкову. Только 18-м с четырьмя осечками стал Антон Шипулин. У женщин все громче заявляет о себе югорчанка Кристина Рисцова. Даже с двумя промахами дочь великой Анфисы Рисцовой и младшая сестра Дарьи Веролайнен не знала себе равных. Второе время показал другой молодой талант Наталья Гербулов из Красноярска. Бронзу взяла опытная Екатерина Юрлова. Отлично отстреляла тюменка Виктория Сливко. Она закрыла все 20 мишеней. Тренеры нам особо задач не ставили, просто сказали, чтобы мы работали в своем режиме, ничего не придумывали. Сама я себе, конечно, на эту гонку ставила задачи, что нужно стрелять чисто. Правда, попасть в призы Виктории не удалось. Скорость позволила ей лишь поделить четвертое и пятое места с Валентиной Телицыной из Удмуртии. Впереди у спортсменов день отдыха. 23 сентября в Чайковском пройдет спринт, а на следующий день чемпионат России завершат эстафеты. Продолжение следует...